Плёпкость на плёпкость Слушай, а там реально в поле с выпущенными шостями съездили? Да, да То есть, как бы более множество Можем Только он, наверное, ровно Намного легче, чем на Хилл садился Да 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 Уж козы, как не знаю кто А в поле там плюх Странно Как вот не странно Ну там, потому что на Филде как бы обледенела эта полоса жёсткая Ну, может быть, да Мягкий снег Ну, не знаю, чё, блядь, но я бы... Ну вот, видишь, пишут 385 склада такого Это наше или нет? Ну вот, посмотри по карте, квадрат 385 Квадрат 385 Погу я иду, короче, это На сближение с землей, вот У меня топляк кончился, как бы Блядь, маловато я взял, надо хотя бы процентов 60 долларов Ну, ничего, сейчас мы опять вот такие спирали, мёртвые, петки сильные, короче Но всё равно вдвоём это... Ну, как вдвоём... Нормально, просто тот был, который выше, я сравнялся с ним... Короче, сравнялся с ним на его высоте А второй был на много нижней, где-то километр И я взял, оставил этого И не догнал его, когда я их говорил, он не догнал Я повернул и давай пикировать на того, нижнего А он развернулся в это время И, короче, давай на меня Но он ничего не сделал, но я ушёл вниз Он и опять вылез вверх И опять бросил его Он там зависел Опять я перевернулся с там нижнего А вот это вот очень понятно, кстати, да? Атаковать нижнего противника, зная о том, что выше тебя находится противник ещё один Понимаешь? Поэтому надо было нижнего не тропать, он всё равно бы нас не достал Он нижний, не с тобой Надо было продолжать преследовать Ну, давай скажем Слушай, а тут среднее упреждение надо больше или меньше брать, чем в горе? Здесь да не сильно упреждение Вот сейчас я не сильно взял И видно, попадание не с пушки было, а с пулемётом Да и здесь как пули быстрее Ну да А на русском не сильно упреждали Вот, сука, блядь! Опять он, блядь! Опять он, блядь! Опять он, блядь! Стрелял, напал куда-то, не знаю, воню Ну, надо время спускать, так что-то обошли Да, дело в том, что Стреляешь тут, нажаток глядывается, заходит второй, блядь, понимаешь? Побыстрее, быстрее надо улететь стоит Если вот один на один, ну, на один на один я еще не смотрю Сейчас, то два Вот, если бы сейчас мы вдвоём То можно было бы сейчас это Считаем Короче, и повоевать по таким сверху А потом потихоньку ничто Ну, короче, похуй! Я сел, нормальный, пару дырок на правом крыле Ну, дырки отбили Потому что, знаешь, удары и краска такая Те, что по краям делали, знаешь? И как дерево, ну, дерево такое, знаешь, как топливо Да, короче, как дерево, так что-то Ну, короче, не так Там, четыре дырочки Вообще, как право мне ничего не дали Вот топливо, вообще Сейчас у меня стоит, по-моему, да Да, мало я это А вторых топлива там было Надо 60 Тем более, я думаю, на вторых степень У нас 7000-х наше пиле У нас живёт больше, да? Сигает всё, да Там шпой разряжённый Да Там живёт больше Особо подействие патронов на стол У меня справа Так, ну, вы видите Вон, конечно, не удался на полный объём Он готовится Рыжая, да, да На своей территории Творце А тут вся Это Так Это Творце А это Вон Так Да А там Я Эм Вон Вот Вы Эм А Я Творце У Вот внешних видов нет, но, с одной стороны, это просто хорошо. Они есть, просто они отключены. Я имею в виду, что я хотел бы посмотреть, что выкинули. А коты в одиночную игру смотрят? Нет, мне именно надо вот такой реальный, после боя приехал, сел или на пузу. Да, ну типа вылез с самаратом. Да, ну и вылез с самаратом. Но это не то, да? Ну да, это на самом деле. Понимаешь? Типа так вот, так, отвлека, 40, 45, поэтому я не закончил, 60-60. Так, ты на каком направлении? Я там, что на этом, самославах. Сейчас мне срабатывает. Самославов там, ого, самопол. Какой-то, второй, второй, второй. Пахнуться на месте. Здесь шип, здесь я его поймал. Здесь упал. Более? Нет, мы здесь... Более? В белых знакомых. Прямо над нашим фирдом. А, ну... Решил получит падал. Вот я спил скачал. Да, ну и здесь. Скин, короче, я сейчас прокачал. И, да, где-нибудь 29 написано. Большие вот эти стерки, вот черные, вот краска, да. И вот эта белая краска, где-нибудь вся там под подсами разочкой. Короче, подра, да. Немец. Вообще. О, блин, у нас все так ловит. Так, ну я тут появился. На самосвал это, что ли? Поверьте. Да, ну а что, у нас задача не будет, что поменится. Абсолютно. Это подожди, я включу. Нафига. Сейчас вот пикируют. Температура везде очень низкая. Воды, масла. Знаешь, по крайней мере, как очень резко движок охлаждается? Если на минимальных оборотах радиатора охлаждается, тогда оно очень быстро охлаждается. И когда температура масла ниже 40 градусов, он начинает переохлаждаться. У нас там достаточно медленно получается. Здесь очень быстро. Ну, тут, короче, нужно больше контроль. И не только за маслом, за водой, и за проблемами самолета, потому что он может в любой момент что происходит. Ну, короче, здесь более нужно, вот, рождение. Постоянно следить. Бобби немножко облегченный. Ну, да, а это, по-моему, тоже вполне реально сезонно. А это, по-моему, тоже вполне реально сезонно. Да. Что-то все. Значит, я сейчас беру. Я сейчас беру. Я сейчас беру. Летю уже после. 11.47. Да. Скажем. Часа. 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 Часа больше. Все-таки сказываю. Так, я готов. Так, я как, любишься. Садись и появляйтесь. Даже на снегу следы от шасси. На снегу следы от шасси. И когда ты на пузо прыгаешь, да, за тобой такой след тянется, там, снега, да, такой, поцарапанный, знаешь? Тоже, как бы, классно это сделали. Вроде бы мелочи, а приятно. Сейчас я развернулся и прям свет такой двух шасси на них. Короче. Такой развернулся след. А когда ты садись его, дай. Нормально сел. Классно смотрится. Так идешь на посадку, шасси выпущены. Я сбоку смотрю, блядь. Первый же турец. Да. Ты месси разбил. Ну, хотя я не вязываюсь в такие низкие бои. Я в основном, короче, высотные хочу, да, научиться. Нет, ну я врага увидел и все, уничтожу. Ну да, мне-то еще пока не попадалось в враге. Я имею ввиду, вот на таких сразу там взлетел. А, слушай, а ты в Бобе-то на Хенкель летал? Да-да. Блядь. Блядь.